Я сегодня хочу показать вам, как можно подручными средствами сделать оригинальный подарок к празднику Пасха. Для этого мне понадобится шарик, ниточки, клей ПВА, салфеточки, жидкий клей горячий, тесемочка для отделки, кружево, цветочки искусственные. Я решила взять фетр, ножницы. Итак, приступим. Для начала нам надо шарик, мы обрежем хвостик, чтобы нам надо мешать. Берем салфеточки и обмазываем шарик клеем. И наклеиваем кусочки салфеток. Аккуратненько разглаживаем. После того, как мы обклеили шарик салфеточками, мы дали ему высохнуть. Вот такая у нас получилась заготовочка. Теперь мы карандашом делаем разметочку, где мы будем разрезать. Мы решили посередине делать такие зубчики. Вот у нас получилась такая заготовочка. Пока мы ее в сторону отложим. И сейчас я покажу, как нам надо цепленка сделать. Такую вот по размеру вырезаем картоночку. В зависимости от размера цепленка. Можно побольше, можно поменьше. И делаем компоны такие. Наматываем на картонку. Заготовочка у нас получилась цепленочка. Еще я приготовила из фетра гребешок будет. Клювик. Глазки. Лапки. Сейчас мы это все на горячий клей. Вот такой у нас получился цепленок. А сейчас мы будем оформлять яйцо. Кружево. Такая самоклеящаяся у нас песеночка. И мы будем сейчас оформлять. Вот такая у нас получилась заготовочка. Для подставки я использовала обыкновенную баночку из-под йогурта. Я ее задрепировала кружевом и украсила искусственными цветочками. И самоклеящейся лентой отделала края. Внутри сделали такую подставочку. На нее мы будем крепить цепленка и украшать. Вот такой сувенир у нас получился. Я думаю, что приятно будет получить такой подарок на праздник Пасхи. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия, терпения, везения и всего самого наилучшего. С вами была участница любительского объединения горница Первомайского дома культуры Чешевич Лариса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова